В Международном экономическом форуме приняли участие представители стран ближнего и дальнего зарубежья. На площадке форума обсуждались актуальные вопросы экономического развития Крыма. Крым не так давно стал частью Российской Федерации. Но несмотря на это, международное сообщество восприняло этот этап негативно. И со стороны ряда западных стран есть попытки помешать этому процессу, помешать процессу развития этой территории. И они применяют адресные санкции в отношении как отдельно взятого Крыма, так и России в целом. И в этих условиях у Крыма, как и у нашей республики, есть определенные ограничения по привлечению иностранных инвесторов на свою территорию. В этом контексте, конечно, их опыт для нас тоже интересен. Министр экономики Абхазии Адгур Арзенба принимал участие в качестве спикера во время презентации стратегии экономического развития Крыма до 2030 года, где также обсуждалось развитие республики в контексте взаимодействия с Абхазией. Там мы обсудили ключевые направления развития Крымской республики, посмотрели точки соприкосновения с нашей страной. То есть, в принципе, если взять отраслевой разрез, то традиционные отрасли, они у нас практически похожи. У них тоже там туризм, у них там тоже аграрный сектор в приоритете. Ну, мы рассказали о своем опыте. Вы знаете, у нас тоже есть стратегия социально-экономического развития до 2025 года. У нас есть программа развития экономики «25 шагов», которой мы сейчас занимаемся. Я рассказал об этом. В рамках Ялтинского экономического форума делегаты из Абхазии встретились с представителями крупной российской строительной компании ВАД. На встрече обсуждались перспективы поставки гранитного щебня из Абхазии в Крым. На форуме также обсуждались перспективы налаживания морского сообщения между двумя республиками. Я думаю, что чем больше мы сможем выстроить отношения между собой, в том числе и транспортную инфраструктуру наладить, и вот вводное сообщение обсуждается, вопрос, тем больше мы все будем привлекать. Ну, представьте себе, что если человек, который приехал отдохнуть в республику Крым, в один из дней у него будет возможность посетить Абхазию, посетить наши прекрасные места, там, озеро Рица, Новофонская пещера, прикоснуться к ранним, значит, памятникам культуры раннего христианства. То есть это сделает в целом это направление привлекательным. По итогам встречи стороны договорились продолжить совместную работу по реализации намеченных планов на Алакове.